Рейды по проверке высоких начислений за показания общедомовых приборов учета продолжаются. Уже проверили 200 многоэтажек. Этот дом на улице 2-я Мстерская тоже оказался в списке так называемых проблемных. Здесь показания ОДН за горячую воду существенно превышают нормативные 10%. Поэтому проверять нужно каждую квартиру. Мы реально пытаемся бороться с теми людьми, кто либо зарегистрировал ноль, но проживает, сдаёт квартиры, либо просто не показывает показания. Либо что-то с приборами, значит, у нас, мягко говоря, мухлюет, вмешивается в работу. Поэтому мы клеим магнитные пломбы. Пожалуйста, клеите. Отлично. Установка антимагнитных пломб частично решает проблему воровства ресурсов. Но, как правило, недобросовестные граждане не пускают в свою квартиру ни представителей управляющей компании, ни специалистов ресурсно-сообщающих организаций. Добрый день, меня зовут Бадик Геремен. А подождите, пожалуйста, давайте тогда через дверь пообщаемся. У нас комплексная проверка проходит по начислениям за ОДН по горячей воде. Вот видите реакция. Всё понятно. Человек понимает. Шесть человек, просто для информации. Зарегистрировано шесть человек. Показания подали. Четыре куба. Власти уверены. Собственникам жилья генет счётчиков. И, следовательно, лить воду можно без меры. Торжествовать остаётся недолго. В скором времени платить по нормативам будет совсем невыгодно. Помимо того, что будет повышение нормативов, значит, увеличение нормативов с 1 января 2015 года, который сначала будет повышен на 10%, затем на 20%, затем на 30%, 40%, 50%, именно должны стимулировать, что по нормативам будет жить невыгодно. Это первое минимум. Ну и не надо забывать, что уже в России действует 261-й федеральный закон, по которому мы должны установить, должны быть установлены индивидуальные приборы учёта. Найдут местные власти и право на тех собственников, которые сдают квартиры в наём. Выявленная во время проверок информация о жилье, где, по данным соседей, проживают квартиры съёмщики, будет передана в налоговую. А там уж проверят, платят ли собственники налоги с дополнительных доходов. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново. Продолжение следует...